всем привет вы на канале московской академии экономики и развития и с вами юлия трус в этом видео мы обсудим с вами очень сложную и важную тему как поставить босса на место если вы оказываетесь ситуации когда вас перенагружают когда вам говорят сделай там то не знаю чего и побольше и сразу если на вас повышают голос если к вам неуважительно относятся если вот что-то происходит что вам не нравится это вообще не лезет ни в какие рамки это видео для вас и давайте будем разбираться по порядку если вам дают дополнительную нагрузку ну например вы договорились что вы работаете до 6 вечера и здесь 602 к вам прилетает задание срочно до 6 утра сделай еще задачу она всего лишь на 4 часа как бы ничего страшного здесь нету или такой сидишь вроде отказать невозможно да потому что там и делать надо он же не просто так и когда это один раз ну как бы и фиг с ним да ну ты видишь что это систематически происходит систематически ты работаешь до 11 вечера до 2 ночи до 6 утра и потом 8 метров у тебя снова здорово да давай работает снова и вот это все бесконечно я всегда вещаю со стороны руководителя со стороны работодателя наверное поэтому и ценно быть на этом канале чтобы понимать да а что же с той стороны происходит но вот в этой конкретной ситуации я скорее все буду на вашей стороне потому что действительно бывают ситуации когда руководитель самодур он не понимает вообще что человек из мяса костей всего на свете он может устать а когда он станет он завтра будет хуже работать а когда он будет хуже работать результаты будут хуже и в итоге все равно он будет крайним работодатель не всегда понимает вот этот объем вашей нагрузки ему кажется что там делать он вообще ничего не делает потому что он написал там 14 текстов за сегодняшний день что тут особенного да или там оприходовал там полмиллиона на рекламу господи там я эти полмиллиона в сумме вон пойду спущу за четыре минуты не всегда работодатель вообще понимает чем вы занимаетесь и какой объем времени сил вы тратите на свою работу что в этом случае делать если по понятие как карта рабочего дня вы просто расписываете да что вы делаете первый час работы во второй в третий пятый в двадцатый и когда к вам приходят после шести и говорят а сделай еще работы всего лишь на 4 открывается свой план на следующий день потому что карта рабочего дня пишется для того чтобы вы понимали сколько времени какая работа у вас занимает и вы показываете говорите василий василич смотрите у меня вот такой-то распорядок дня на завтра да куда мне воткнуть то что мне исключить из этого списка чтобы воткнуть вот эту работу на четыре часа и это уже не ваша ответственность он вам скажет там вот не пиши больше вот эти тексты а делай вот эту работу ок очень часто работодатель когда впервые увидит вот эту карту рабочего дня и план на рабочий день он скажет все вопросы сняты я сейчас пойду кого-нибудь другого найду человек не всегда понимает а если у него вы не одно а вас много разных человек да он он не видит поэтому всегда пишите отчеты по времени что вы делали и пишите планы какие у вас на неделю и на день тогда ваш работодатель точно знает у вас есть эти четыре часа или нету что происходит еще чаще чем вот когда ты такой работал работал весь такой молодец да и после шести к тебе прилетает работа очень часто в этой карте рабочего дня работа до 11 с 11 до 4 нету ничего из четырех до шести еще два часа какой-то фигни понимаете тут надо оценивать да а чем я занимался вот это вот вот это вот большое окно когда к тебе приходят и говорят на тебе сделай еще работу на четыре часа то скорее всего твой работодатель в курсе что ты сегодня пять там или семь часов ничего не делал и он не отыгрывается скажем так он отбивает свои деньги вложенные в тебя когда появляется такая проблема что тебя излишне перенагружают нужно посмотреть с двух сторон и со своей стороны не только господи мне в шесть часов пришли и дали задание да где ты был с двух часов когда у тебя не было работы да приди в 14 и скажи вот у меня пусто может что-то надо поднять он тебе скажет точно на и ты все ты блин будешь занять всего лишь до шести часов справедливо справедливо считаю следующая ситуация когда например к тебе прилетают задачи которые абсолютно вне твоего функционала которые никогда не обсуждались которые впервые ты такой сидишь что мы в смысле полы мыть я вообще-то коммерческий директор здесь тоже может быть два варианта либо он дурак и он не понимает до какого уровня перед ним специалисты он просто любого там ткнул да о маша будет сегодня мы из полы маша так красиво смысле чё с этим делать не работать у дураков вот у меня один один совет если люди не ценят кто вы не оценивают не работайте с такими людьми в рынке труда на сегодняшний день все еще не хватает специалистов и следующая ситуация когда ваш начальник не дурак а он просто видит что вы простаиваете что вы нифига не делаете понятно когда комдиру приходится мыть полы это как-то ну немножко странно да и непонятно но когда комдиру например говорят заполни вот эти отчеты или собери для меня такую информацию потому что ты все равно сейчас нифига не делаешь да то будьте добры возьмите и сделайте то есть нужно оценивать понимать что ты пришел не на госпредприятие которому из бюджета дают выделяют деньги на зарплату там условно да ты пришел в коммерческую организацию это коммерческая организация сама себе зарабатывает бабки и когда ты не работаешь то ты в это время не зарабатываешь и тебе вполне за это время могут не платить потому что это коммерческая организация следующая ужасная но очень частая ситуация когда руководство повышает голос хамит оскорбляет я не знаю как делают другие но я бы просто встала и ушла и в принципе а так и организовывала свою жизнь чтобы когда мне что-то не нравится когда происходит что-то неприемлемое недопустимое чтобы я могла встать и уйти уйти не в никуда не в пустоту а понимать куда иду то есть постоянно вот эти запасные аэродромы не мужики а в смысле работа компетенции вот это все постоянно обучение если на вас повышают голосу здесь тоже может быть две разные ситуации первая ваш руководитель дурак и просто не умеет себя сдерживать и просто орет да ну и что делать с дураками ну вам решать что делать с дураками да я уже как бы разные варианты накидывала другая ситуация может быть что он это делает всем или он это делает только с вами оценить если он не повышает на всех а только на вас свидетельствует о том что только с вами он может быть настоящим и вот здесь тоже как бы самому нужно понять а что мне с этим делать да я выдерживаю это не выдерживаю насколько там вот этот эмоциональный накал если он выговаривается и выкрикивается и как-то вот это вот все из себя и выливает только при тебе то скорее всего у него к тебе какое-то особое доверие он перед тобой обнажается ценить вам это любить его за это или не любить вот как бы надо решать каждому что делать с неуважительным отношением к вам если босс руководитель проявляет какое-то неуважение и пренебрежение очень часто неуважительно и не и пренебрежительно относятся к тому кто позволяет к себе так относиться потому что он сам к себе так относится причем что мы будем говорить нет 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 я себя уважаю я себя люблю я себя ценю на ментальном каком-то уровне считывается твое настоящее отношение к себе же и поэтому если ты к себе так относишься то кто-то может позволить себе относиться к тебе также это очень часто такой маячок да а что ты на самом деле про себя думаешь и вот этот уровень уважения к себе можно и нужно поднимать относительно работы ты себя уважаешь тем больше чем лучше ты умеешь работать когда ты повышаешь свои компетенции ты не просто повышаешь компетенции ты становишься выше и ты понимаешь блин я еще это уже умею образно для себя ты растешь ты не можешь относиться к себе неуважительно и люди это считывают что с ним так нельзя и я хочу чтобы прямо сейчас каждый из вас продолжил либо начал впервые расти в компетенциях в уровне уважения в себе в заработке для этого подписывайтесь на этот канал потому что этот канал создан специально для вас и для этих целей и на этом у меня все с вами была юля трус пока пока